Это сейчас здесь красивейший архитектурный ансамбль. А 72 года назад на этой земле велись ожесточенные бои. Каждый метр пропитан кровью советских солдат. Благодаря их подвигу исход войны решился здесь, на Сталинградской земле, когда после коренного перелома стратегическая инициатива перешла к советским войскам. На 200 дней живописный город на Волге превратился в боевой плацдарм. Один из самых славных и вместе с тем кровавых эпизодов нашей истории. Наступление на Сталинград началось 17 июля 42-го. Тогда весь мир затаил дыхание, ожидая исхода сражений. Битва под девизом «Ни шагу назад» положила начало изгнанию фашистов с советской земли. Когда закончилось окружение, мы стали очень уверены, что в ближайшее время окончится война. Сражения, которые голубы на полях сражений Сталинграда, они являются главными победителями во время Великой Отечественной войны. И они позволили нам вот 70 лет праздновать этот День Победы и жить в мирных условиях. Сергей Сергеевич Алёхин с трудом сдерживает эмоции. Говорит, оказаться там, где более 70 лет назад проливал кровь, чувство непередаваемое. Родина-мать позвала в бой, когда ему не было и 18-ти. Вспоминает Мамаев курган, по которому сегодня прогуливаются восторженные туристы. В годы войны звался высотой 102 и чуть ли не каждый день переходил из рук в руки. Плотность огня здесь была колоссальной. На каждый квадратный метр приходилось до 1200 пуль и осколков. Взял землицы кусочек для того, чтобы она была со мной. Потому что здесь столько жизней моих товарищей, с которыми я был, погибли. Но, тем не менее, немецко-фашистским войскам не удалось сломить сопротивление. На Кургане самарские туристы возложили цветы к вечному огню. Впрочем, напоминание о военных годах живо на каждой улочке города. Здание и мельницы после войны восстанавливать не стали, чтобы показать, каким был Сталинград в 1942-м. Напротив, легендарный дом Павлова, точнее стена, воссозданная в мирное время. Сам дом был разрушен. Перед отправлением в обратный путь почетные туристы встретились с представителями местного совета ветеранов. А уже на корабле почтили память павших под Сталинградом. Нет, свети в воду, опусти. Алина Чемерис, Павел Пресняков. События.